Самый первый поросенок оказался самым сложным в исполнении. Свинка, одетая в брюки на подтяжках, связана крючком. Внутренняя часть набивается синтепоном. Игрушка легко стирается и не теряет своей формы. А эти маленькие хрюши – упрощенная версия. Лариса Виноградова – постоянный участник различных конкурсов. На одной из выставок ей подсказали идею – делать не только розовых поросят, но и экспериментировать с цветами. Так и появился первый желтый поросенок, символ 2019 года. Вот каждый с душой вяжешь, но каждый по-разному. Вот не туда глазки нанес, не туда носик, не туда ушки. Одни подальше, другие поближе. И у каждого получается разный характер. Все равно получается один на другой не похожий. Они по величине не похожи, но все равно характеры у них все разные. Вот один вот такой, один вроде бы миленький, а другой как грубоватый. Лариса Александровна занимается творчеством с самого детства. Очередное хобби захватило ее чуть больше года назад. Фитопанно – картина из сушеных полевых трав и цветов. Каждое растение имеет свой запах и обладает полезными свойствами. Например, полы не избавит дома от вредных насекомых, а запах ромашки успокаивает головную боль. Панно Лариса Виноградова создает на ткацком станке. Даже зимой в ее доме царит весенняя атмосфера. Очень занимательно, во-первых, очень успокаивающе. А когда еще и нравится, с такой любовью, с таким вот это все поднимаю. Вот она у меня прижалась вот таким вот путем. Я вот немножко еще поправить могу, да. И снова начинаю перехватывать вот это вот от качества, джутом. Как говорит рукодельница, она перепробовала почти все техники. Мебель в доме украшена вязаными пледами. На каждой стене можно увидеть вышитые нитками и бисером картины. Туристы с удовольствием покупают сувениры в подарок. Иногда Лариса Александровна отправляет им поделки по почте. По словам рукодельницы, в каждую поделку она вкладывает душу. Так сувениры для многих становятся талисманами. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.